Всем привет! Сегодня будем решать головоломку под названием Cast Enigma. Она считается одной из самых сложных головоломок от компании Hanayama. Стоит она всего из трех деталей, но при этом все детали визуально никак не связаны между собой. То есть визуально данная головоломка не подается абсолютно никакой логике. Но при этом во время решения видите, что все детали действительно связаны. То есть каждое отверстие в детали будет использоваться. Практически каждое. Поэтому головоломка действительно красивая в своем решении, очень интересная. И давайте сразу перейдем к решению. Поехали! Наша головоломка на сегодня Cast Enigma. Enigma с греческого переводится как «загадка». Давайте посмотрим, как ее перевели на русский язык. Головоломка Enigma. На самом деле данное название у меня в первую очередь ассоциируется с шифровальной машиной во время Второй мировой войны. Но также Enigma это с греческого «загадка». Собственно по этой причине шифровальная машина и называлась Enigma. Но здесь, понимая, у нас нет никаких ссылок к шифровальной машине, здесь именно греческое слово «загадка». Давайте распакуем. Кстати, шестой уровень сложности из шести. Я впервые вижу головоломку, которая занимает все пространство коробки. От верхнего края до нижнего. Она прям все пространство занимает. Наверное, пока самая большая головоломка от компании Hanayama. Не учитывая, возможно, шахматные. Хотя они шахматные были поменьше. Огромная головоломка. Действительно огромная. Кстати, мы с вами решали уже практически все головоломки от компании Hanayama. И вот интересно, если взять максимальный уровень сложности. А, каст роутер мы еще не решали. Вот эту не решали. Каст ринити. Ладно, у нас еще очень много головоломок осталось. Эту не решали. Так, это все решали. На этой странице мы все решали. На этой странице мы все решали, кроме кольца. Но я другое кольцо решал, поэтому это кольцо не буду рассматривать. Здесь один. Одна головоломка, которую не решал. Здесь. На этой странице все решали. На этой странице не решали только каст барок. На этой странице один, два не решали. Кстати, эту головоломку я уже купил, так что скоро будет. Здесь мы не решали. Один, два, три, четыре. Ну, дальше уже простые головоломки. И самый простой, кстати, тоже купил, скоро тоже будет. Ладно, давайте переходить к сегодняшней головоломке. Запатентованной в Америке в 1975 году. Головоломка очень старая. У головоломки довольно интересная история, можете поставить на паузу и прочитать. Но мы перейдем к решению. Данная головоломка кажется мне довольно пугающей. Все дело в том, что у нас три различные детали, которые визуально не подаются абсолютно никакой логике. У нас нет никаких прямых углов, у нас нет каких-то одинаковых закруглений. Все детали абсолютно разные. Но при этом я обращаю внимание на то, что у нас есть вырезы в этой детали, в этой. И здесь есть тоже вырез. Скорее всего, эти вырезы будут проходить вот в этой детали. Но давайте стекать время, попытаемся решить головоломку. Старт. Время пошло. Итак, смотрим, что мы можем делать. У нас есть три детали. Центральная деталь, которая связана и с левой, и с правой. И левая и правая детали, которые между собой не связаны. Давайте смотреть, в какие стороны можно двигать какие детали. Во-первых, что мы можем делать вот с этой деталью. У нас здесь есть вырез, можем пробовать его подогнать сюда, но здесь он так просто не проходит. Поэтому давайте пробуем ее повернуть и подогнать этот вырез. Если мы пробуем просто подогнать вырез, у нас вот эта деталь будет мешать. То есть этот вырез не проходит. Эту деталь, если мы повернем, то по сути дела у нас ничего не поменяется. Вырез все равно не стыкуется. Хорошо. Значит, первое действие будет другим. С этой деталью что мы еще можем сделать? Можем ее перевернуть, вот от сюда двигать. Можем еще что-то сделать с ней. А больше с ней мы ничего не сделаем. Соответственно, нам необходимо оперироваться этой деталью. Эту деталь мы можем пробовать туда же, к тому же вырезу подогнать. Можем ее надевать сюда и проводить. Давайте пробуем. Вот. Здесь у нас уже вырез стыкуется. Но при этом вот здесь расстояние недостаточно большое, чтобы данная полукруглая деталь смогла пройти. Давайте вот эту деталь называть запятая левая. Вот эта центральная запятая, это полукруглая. Полукруглая пройти не может. Хорошо, возвращаем. Значит, нам необходимо проводить вот этим вырезом. Пока что есть логика. Возможно, сейчас никакая из моих догадок не сработает. Тогда в этой головоломке будет понятие логика еще сложнее. Вот наше первоначальное положение. Будем вот этим концом пробовать пройти. Соответственно, здесь мы освобождаем. Здесь освободили. А, нет, что-то не то сделал. Еще раз. А, вот так сейчас пробуем. И ведем сюда. Есть. Что-то сработало. Какая-то логика сработала. Хорошо. У нас теперь эта деталь есть внутри. Вот эта деталь у нас снаружи. Теперь пробуем вот эту деталь подвести вовнутрь. То есть точно так же провести. По идее, полукруглая нам мешать уже не будет. А, нет, нам полукруглая все равно мешает. Она все равно висит на этой запятой, она все равно мешает. Хорошо, что мы еще можем сделать? Запятой что мы можем делать? Все, что мы можем сделать, это либо повернуть ее, либо провести сюда. Провести сюда мы не можем. Соответственно, мы повернули, ничего это не дало. Данная деталь можем либо вернуть в первоначальное положение, либо пробовать сюда вести как-нибудь. Здесь у нас тупик. Хорошо, давайте повернем запятую, и тогда пробуем снять эту деталь. Если мы повернули запятую Эта деталь Все равно никуда особо не пройдет А вот, кстати, смотрите, идеальный вырез Вот, вот это 100% правильное действие Когда видишь, что вот так вот деталь идеально проходит Ты 100% правильное действие Вот, мы это действие совершили Что теперь можем делать? Так, мы рассоединили две детали У нас получается Вот эти две детали между собой больше не связаны Соответственно, мне кажется, решение уже недалеко Так, что мы теперь можем сделать? А, и мы вот эту деталь можем теперь вот так уже проводить Судя по всему, теперь нам нужно поменять их местами То есть нужно для того, чтобы освободить эту деталь Полукруглую Нам нужно поменять ее местами с запятой средней Для того, чтобы поменять местами средней запятой Нам нужно будет сейчас много крутить, скорее всего Но запятую мы теперь уже можем провести вовнутрь И вот что у нас получается Теперь давайте пробуем их просто поменять местами Если бы вот так менять Вот так менять просто не получится, скорее всего Нужно их как-то будет сейчас особым образом крутить Так, что мы имеем? Вот наша средняя Вот наша запятая Нам нужно, чтобы запятая оказалась ближе вот к этому выходу То есть выход будет здесь Соответственно, нам нужно запятую То есть не запятую, полукруглую Поменять местами с запятой Как можно это сделать? Повернем, возможно Сейчас у нас опять такая же логика сработает Нет, я хотел сказать, что у нас полукруглая наденется на запятую Но так просто она не надевается Давайте просто с другой стороны ее надеть Мне кажется, если с этой стороны надеть, она только запутается Почти дотягивается Если почти дотягивает, значит тут неправильно Если мы вот сюда пройдем запятую Вот так Нет Вот так сделаем Запятую сюда Не получается А купить любую головоломку от компании Ханайяма и не только Вы можете в крупнейшем в России магазине головоломок cccstore.ru В этом магазине вы найдете абсолютно любые кубики Рубика От 2х2 до 19.19 От бюджетных моделей до топовых Любые модификации этих кубиков И все, что связано с тематикой спидкубинга Это маты, смазки, абсолютно любые запасные детали И все, что может понадобиться настоящему спидкуберу Также огромное количество других интересных и необычных головоломок Например, вот такая необычная модификация кубика Рубика Под названием Clover Pyraminx Множество металлических и деревянных головоломок И как всегда, магазин гарантирует лучшую цену, быструю доставку И при каждом заказе вы получаете подарок Это может быть смазка для кубика, кубик-брелок и множество других подарков Все будет зависеть от вашего заказа, но подарок вы получаете каждому заказу В описании оставлю ссылку на магазин cccstore и на их инстаграм Где вы можете выиграть 500 рублей на будущие покупки Прошло уже 5,5 минут Но на самом деле, в принципе, за 5,5 минут, мне кажется, многое сделали Как минимум мы разобрались, как двигаются детали Теперь загвоздка в том, как менять две детали местами В этой головоломке плюс в том, кстати, что все детали у нас на виду То есть мы их видим У нас нет никаких деталей, скрытых внутри И нужно было бы догадываться о внутреннем механизме Здесь у нас все на виду Мне кажется, здесь опять же нужно продеть этот конец Потому что он визуально очень похож на вот этот Но он вообще никак не дотягивается абсолютно Как бы я не крутил эту запятую Мне кажется, не практически, но мне кажется, нереально Хотя нет, вот, почти Почти дотягивается, но нет Хорошо, давайте пробуем снять эту запятую Может быть, запятая будет первой сниматься Если мы идем сюда, она запутывается Если мы идем обратно Если мы идем обратно, она тоже запутывается Туда мы не закрутим больше Хорошо, как бы мы снимали запятую, если бы не было полукруга? Если бы не было полукруга, мы запятую ввели сюда Вот так Вот здесь через силу Я не знаю, это должно быть или нет Просто если я сейчас проведу запятую сюда Вот я не знаю, можно так делать или нет Напишите в комментариях, можно так делать или нет Потому что я не знаю Иногда такое бывает в головоломках, что Как бы перещелкнуть нужно Ну вот, в этой головоломке должно быть так или нет Потому что если я перещелкну Как-то сильно идет Нет, наверное, неправильно Хорошо, давайте пробуем Если что, защелкну обратно А, может быть, я смогу это сделать, когда у меня вот эта деталь не будет Если вот так сделать Я перещелкну Я перещелкну Нет, давайте не будем То есть, если бы вот этой детали полукруглой не было бы Я бы перещелкнул И у меня бы эта деталь снялась бы запятая Соответственно, нам все-таки нужно избавиться сначала От полукруглой И да, я смогу перещелкнуть Краски она не перещелкивалась Потому что эта деталь мешала Пробовали снять запятую Запятая будет сниматься в том случае Если у нас не будет мешать круглая деталь Значит, нам нужно сначала избавиться от круглой детали Так, мы все еще на той же позиции Давайте посмотрим на время Прошло уже 13 минут На этой позиции я приблизительно Ну, не 10 минут, но около 8 минут Раскрутить вот эту А, вот, что-то уже произошло И есть, наконец-то хоть что-то новое Теперь у меня конец средней запятой Оказался внутри круглой детали Но она почему-то... Нет, возможно, это опять же неправильное решение Потому что она никак не проходит Давайте попробуем повращать Может, получится от нее избавиться Но мне кажется, вряд ли Может быть, здесь как-нибудь Нет, скорее всего, не получится А решение было... А, нет, получилось Получилось Что мы теперь можем сделать? Теперь мы можем эту деталь снять Наверное Сейчас пробуем Так, в общем Теперь у нас... Теперь у нас что? Еще раз посмотрим, что мы имеем Есть! Мы снимаем... Почти Почти! Так, ладно, мы пока еще ничего не сняли Но мы можем снять Есть! Наконец-то! Мы сняли одну деталь Давайте посмотрим на время Мне кажется, больше 20 минут уже прошло Да, 20,5 минут прошло Что теперь можем сделать? Теперь мы можем... А, теперь мы вот эту деталь Мы ее вот так перещелкивали Я надеюсь, что это правильное решение Но давайте попробуем не перещелкивать Как минимум, точно одну деталь сняли Значит, это было правильно А эту деталь мы больше никак не снимем То есть Как бы мы ни крутили ее Можно сюда пробовать провести Сюда ничего нам не даст Нет, она не снимется Да, у нас других действий просто-напросто нет Кстати, получается, это сердечко То есть мы ее перещелкиваем Но здесь тоже у нас было перещелкивание небольшое Когда мы рассоединили эти две детали Мы перещелкнули Что теперь? Теперь мы можем вот так провести Есть И готово Так, время Стоп 21,26 На самом деле На решение этой головоломки Я потратил не так уж и много времени Но я понимаю, что я сейчас потрачу Наверное, очень много времени На то, чтобы ее запутать Потому что Когда вы распутываете головоломку Вы понимаете Вам нужно просто-напросто рассоединить детали А когда вы их соединяете В данном случае Это будет, мне кажется, немножко сложнее Но давайте попробуем Возвращаем головоломку в исходное положение Брос Старт Время пошло Итак Что нам нужно сначала сделать? Сначала надеваем запятую на запятую Так, это, в принципе, должно быть несложно По идее Как мы надеваем? Вот так Продвигаем Здесь мы переворачиваем И продвигаем Так Есть Вот этот момент, кстати, меня смущает Я понимаю, что по-другому бы ее не надели И не сняли бы Ну ладно Если вы знаете какое-то другое решение У вас, возможно, есть такая головоломка Пишите в комментариях Вот эта деталь у нас надевалась Как она у нас надевалась? Сюда Проводим Есть Теперь что нам нужно сделать? Теперь мы ее проводим Так Здесь она у нас проходила Стараюсь не выходить с кадра Здесь у нас проходила Но также мы ее продвигали Вот так Есть Можно сопоставить Еще раз Мы проводим сюда Я вот не помню, мы ее параллельно надевали Или не параллельно В принципе, мы ее параллельно надевали Да, есть Окей, что мы дальше делаем? Здесь мы вот эту деталь проворачивали Провернули И мы вернулись к тому положению На котором мы застряли надолго изначально Когда решали Есть Что нам теперь нужно сделать? Теперь нам нужно Вот эту деталь Мы продевали Здесь Вот я не помню Мы ее сначала продевали Или вот с этой сначала выполняли операции По-моему, мы сначала вот с этой выполняли операции Какие-то Ее нужно, наверное, сначала извлечь У меня лампа села У меня разрядилась лампа Ладно Я время, само собой, не останавливаю Но включу лампу на зарядку Так Я вот так оставляю База сейчас будет ускоренная За то время, что я хожу с зарядкой Так Я потратил вроде не так уж и много времени Отодвигаем телефон Смотрим, что мы дальше можем сделать Так А как это здесь оказалось? А, все Я подумал, что у меня головоломка запутана Думаю, вроде бы я оставлял ее А она запуталась Нет Нам нужно вот эти две детали поменять местами То есть у нас должна Вот эта деталь, которая у нас посередине Выглядит Отпутанно На первоначальном положении Так, окей Что мы можем сделать? Мы можем вот эту деталь провести Да, вот так, скорее всего Мы ее проводим Теперь что мы делаем? Теперь вот эту деталь Вот здесь Так, сейчас нужно сообразить Как же мы делали? Так Как же мы делали? Вот эту деталь мы проводили Уже после того, как вот эта деталь здесь оказалась Соответственно, нам нужно Вот так сделать Теперь вот эти детали, возможно, нужно понять местами Как бы поменять местами Знать бы Как поменять То есть я точно помню, что полукруглую деталь Мы надевали на вот эту часть Вот как мы ее надевали Это большой вопрос А теперь вот эта деталь мешает Так, окей Что мы можем сделать? Если вот эту мы перекрутим Тогда да, получится, по идее Нужно как-то объединить Так Есть, надели Что теперь? Теперь мы эту деталь возвращаем И дальше Дальше Нужно Да, то есть у нас практически уже первоначальное положение Нужно вот эту деталь снять С левой запятой И у нас все получится Вот Есть Вроде бы Вроде бы все Да, готово Вернули первоначальное положение Время Стоп 7.58 В принципе, мне кажется Очень даже неплохое время За 8 минут Запутал головоломку В первоначальное положение И хочу заметить Что в данной головоломке Есть логика Подводя итог по головоломке Каст Энигма Хочу сказать, что изначально Я ее боялся Я ее до последнего откладываю Я не покупал эту головоломку От компании Ханайям Потому что мне казалось Что она будет решаться перебором То есть У нас уже была одна головоломка Кстати, Каст Вортекс Там была тоже Небольшая логика Но в целом Она по большей части Решалась перебором И вот данная головоломка Мне казалась такой же На самом же деле Головоломка Каст Энигма Оказалась действительно Очень красивой В своем решении Поэтому мне она понравилась А вам, надеюсь Понравилось сегодняшнее видео Если так Не забудьте подписаться На мой лайв-канал Ссылка у него есть в описании Также в описании Ссылка на мой инстаграм На мой тикток И на все остальные социальные сети И на этом все Спасибо за просмотр Всем пока